Всем здравствуйте! Уход из жизни оперного певца Евгения Кунгурова стал настоящим шоком не только для поклонников, но и для родных знаменитости. Они уверены, что артиста подтолкнули к тому, чтобы он свел счеты с жизнью. Его подруга, поэтесса Татьяна Маругова, считает, что положил начало невозвратного пути Евгения, его остеопат. Именно после визита к специалисту у мужчины начались проблемы. Татьяна собрала информацию от других друзей артиста и пришла к выводу, что это была вовсе не мануальная терапия. Специалист якобы производил некие манипуляции, перераспределяя энергию по телу певца. После этого Кунгурову становилось все хуже и хуже, но он не хотел рассказывать об этом близким, тщательно скрывая тот факт, что его жизнь рушится. Остеопат пообещал музыканту усилить его голос и сделать так, чтобы все внутренние органы были подключены к горлу. Об этом говорил и отец Кунгурова. Евгений жаловался отцу на то, что у него есть ощущение, будто его органы привязаны к горлу. По мнению Татьяны, следствие должно провести проверку, ведь наверняка есть переписка и звонки врачу. Ее друг стал жертвой. Но сколько таких жертв еще может быть из-за губительных процедур? Таких специалистов нужно обязательно контролировать, заявила женщина. Женя мог бы жить и жить, если бы не этот человек. Он не был психом, не курил, не употреблял запрещенные вещества, он даже не пил спиртное последние 8 лет. Ходил в церковь, был рассудительный, это был умнейший человек, подчеркнула подруга певца. Отметим, что после начавшихся проблем со здоровьем и психикой, артист пытался связаться с остеопатом, но тот, поняв, что дело пахнет жареным, заблокировал артиста. И даже на похоронах Кунгурова ходили разговоры о сомнительном специалисте и сомнительных сеансах, после которых артист был сам не свой. Он упорно боролся с синистопатией, депрессией, но ничего не помогало. В конечном итоге, к огромному сожалению, не выдержал. У нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!